Всем привет, с вами Павел419. Сегодня поговорим про распродажи, точнее прямо сейчас у нас проходит распродажа осенняя в стиме и мне уже несколько человек в личку написали там привет, а что ты думаешь про бонворкс или там привет, что ты думаешь про бюджет кац или там а вот играл ли ты там в такую-то игру, но вы поняли идею. Я подумал, что хорошая идея, особенно для новичков, если кто недавно купил шлем, я сейчас быстренько пройдусь буквально по стиму, там по первым десяти страницам, что они тут продают и вам расскажу про эти игры по чуть-чуть буквально по паре слов про каждую, что например у меня куплено или что я думаю об этой игре. Я надеюсь, что этот ролик выйдет завтра в субботу и распродажа до четверга, я думаю, что за это время посмотрите, сделайте выводы сами. Смотрите, тут такая тема, во-первых, у меня на сайте есть большой пост с кучей подборок, там больше двадцати пяти подборок, в описании будет ссылка, почитайте его, либо если по какой-то игре вам интересно, что я о ней писал или думаю, посмотрите либо поиском на сайте прямо по названию игры, либо на канале будет в описании плейлист на обзоры мои ПК-шных игр, в которые я играл. Довольно много у меня есть просто обзоров и на сайте оно описано, вот. Ну и сейчас, как я сказал, пройдемся. Да, еще одна вещь, у меня есть ролик 15 фишек стима, если вдруг кто-то пропустил, там я рассказываю про полезный плагин для отслеживания скидок и величины скидок онлайн вот этого всего стимдб. Тоже в описании будет ссылка, можете поставить его, чтобы вы понимали сейчас, откуда я буду брать информацию про скидки. Итак, у нас сегодня двадцать какой-то... Двадцать шестое, одиннадцатое, полчетвертого, ролик выйдет завтра утром когда-то. Когда там зрители соберутся, так он и выйдет. Значит, во-первых, если вы вдруг не знаете, то в стиме есть специальный раздел про виртуальную реальность категории и вот здесь вот он виртуально-реальный, жмете, попадаете вот сюда, где мы сейчас находимся. Возможно, я зря это сделал. И здесь мы смотрим, да, как ни странно, мы смотрим лидеры продаж, потому что логично, то есть здесь есть новинки, они нам не нужны, здесь есть то, что выйдет. Здесь есть, в какие миры погружаются другие, это то, во что народ играет. А вот это то, что народ покупает. Чувствуете разницу? Да, например, VRChat он бесплатный, у него просто безумный онлайн, но тут надо понимать, что, вот он, видите, к вопросу о плагине. Нет, плагин показывает. У него безумный онлайн, но надо понимать, что процентов 95 здесь без VR, потому что у него есть плоская версия и, как ни странно, несмотря на название VRChat, большая часть народа сидит просто с клавамышей и все. Вот, нам нужен вот этот раздел лидеры продаж. Half-Life Alyx, конечно, берите, если у вас ее еще нет. Это сейчас максимальная скидка за все время. Я ее брал еще на предзаказе. Вот она, 540 рублей, максимальная скидка, видите? Помните, что, покупая Half-Life Alyx, вы покупаете не только Half-Life Alyx, как нам это не только ценный мех, но и под нее за два года за этих наклепали за полтора просто огромное количество всяких разных дополнений, которые, например, сам даже не смотрел. То есть тут есть полноценные уровни, есть по, как его, блин, называется, забыл, сам не играл, по Биошоку, например, есть. Вот, пожалуйста. То есть, после того, как вы пройдете саму Half-Life Alyx, вы сможете без проблем всякой геймеру устанавливать вот эти вот разрешения, расширения, дополнения. Из мастерской они бесплатные все, как правило, и еще играть в них. Ну, Half-Life Alyx сама по себе гениальная игра в плане картинке, в плане сюжета, это часть Half-Life. Рекомендую обязательно берите. Eld of Scrolls Skyrim, у меня есть обзор на Skyrim, можете посмотреть. Я убрал еще за 2000 на релизе, мне нравится, да, там такой достаточно ленивый порт, в том плане, что взаимодействие на кнопке, но за 600, если вам вообще, а, ну не 600, побольше, да, если вам вообще нравится Skyrim и фэнтезийный RPG, то берите, я 160 часов наиграл. Superhot VR, берите, это игрушка в стиле Матрицы, если кто-то вдруг тоже пропустил, там геймплей, но все просто, пока ты стоишь на месте, пули не двигаются, как только начал двигаться, пули полетели в тебя, грубо говоря, это есть плоская версия, но в VR это вообще огонь. 40 процентов, сейчас единственное скажу, были ли скидки на нее больше. Ну вот, это максимальная скидка на данный момент, то есть можно брать. Бонворкс, если вдруг кто-то не знает, тоже рекомендую очень положительные отзывы, сам прошел, как ты относишься к Бонворкс? Я хорошо отношусь к Бонворкс, потому что физическая модель в игре отлично сделана, она даже в том же Half Half Alyx, ты не можешь подойти и разбить любую коробку, а здесь можешь, можешь взять любой кирпич, разбить ему голову зомбарю какому-нибудь, это тоже нет. А, кстати, ну да, 20 процентов, то есть как бы так себе скидка, но в принципе ее больше и не бывает с одной стороны, а игрушка классная, в нее он даже еще играет кто-то, она вначале скучновато, там первые два часа можно, грубо говоря, только обучение проходить, но потом она как бы похожа на Half-Life, на Portal, атмосфера, там явно видно, что чуваки черпали вдохновение из этой всей серии, поэтому если вам это нравится, то есть молоток там можно взять как угодно, здесь нет как такового крепления оружия к руке, чем оно и подкупает, поэтому если его в Бонворкс пропустили, если бы, либо если его на единстве, смотрите, там телепортов нет, она считается для более продвинутых пользователей, поэтому если вы недавно купили шлем, вас не может замутить, укачать. Витсайбер, конечно, а, опс, он без скидки, ну, витсайбер рекомендую. Fallout спорно у меня вот вчера получается, вчера-сегодня, в общем, вышел обзор, предыдущее видео, посмотрите, это порт такого же уровня, как и Skyrim примерно, то есть весь интерактив на кнопках, поднять предмет, нажми X, там, перезарядиться, нажми грипп, такого, что возьми и тинься бутылкой, как и Valyx, тут такого нет, но это полноценная VR-игра, перенесенная крупная, VR, да, отзывы смешные, потому что, первое, проблемы с производительностью, с управлением, посмотрите, в общем, обзор подробно, сделайте сами вывод, потом. Valkyndead, Sight & Sinners, рекомендую, 45%, кстати, отличная скидка, ну-ка, по-моему, я его брал дороже. Это полноценная игрушка с компанией, да, вот она, видите, 45%, максимально, круто, я его за 500 с чем-то покупал, надо народу в чате сказать, что ходячий на развес, но проблема в том, что я его сам до сих пор не прошел. Я не очень люблю зомби-темы, но здесь, как бы, очень классно сделана физика, примерно на уровне того же Бонворкса, когда ты можешь взять там любую отвертку и ее куда-нибудь там кому-нибудь воткнуть. Отличная картинка в игре, хотя она кажется мультяшной, она длинная игра эта, в ней есть прокачка разного рода, в общем, у нее очень положительные отзывы, видите, сам я все откладываю как-то, но рекомендую, если особенно нравится вселенная ходячих, то да, берите, скидка отличная. Ну, Павлов популярный кооп-шутер, самый популярный, наверное, сейчас, 40% по-моему, обычное дело для него, да, вот оно, и он, видите, онлайн, то есть тысяча человек в день тут бегает, так что, если вы хотите, мне он не очень нравится, там, он не очень дружелюбен к левшам, скажем так, там, в плане приостановки оружия на левую руку, я в контрактор сыграл когда-то, но, как бы, обычным людям рекомендую Павлова, берите тоже. Into the Radius был у меня обзор на канале, посмотрите, это такая штука в стиле сталкера, ее главная проблема то, что там нет русского языка, когда-то разработчики должны добавить, но непонятно когда, и вот я сейчас, я хотел после рейзика за него взяться, но, скорее всего, возьмусь за Fallout, я чувствую, а здесь я подожду, пока рост и добавят, как бы она у меня купленная, скидка не так, чтобы большая, но если интересно, можете брать, посмотрите обзор. After the Fall – это вот создатель Arizona Sunshine, она должна выйти вот к этому 9 декабря, а это предзаказ, поэтому он здесь висит в продажах, то есть 10%, он висит здесь не потому, что скидкой его много берут, а потому что Аризону как бы все любят и все ждут, надеются, что это будет классная игрушка After the Fall, но я пока с предзаказом по времени посмотрю, что-нибудь там сделают. Creatine VR Bundle – это Sirius Sam и прочие, у меня есть тоже большой обзор на Sirius Sam, посмотрите отдельно на канале, вот я говорю, кстати, у меня здесь даже цена не показана, он будет рублей 500 стоит, он просто полностью куплен тут, и берите его с Талосом, если, то есть тут 4 Сэма и Талос – это головоломка, где ты ходишь, тоже у меня есть обзор, посмотрите на Талоса, обзор рекомендую, плоскую я прошел VR-ную, посмотрел несколько часов, переигрывать уже не стал, но если вы вообще в нее не играли, то нормально зайдет, я думаю. Blades and Sorcery – это песочница с разрубаниями, мне не очень нравится этот жанр, я знаю, что игры очень положительные отзывы, крайне положительные, народу нравится, вот рубить на части, да, мне не очень, если вам нравится, тоже рубить на части, берите, а, на нее тоже нет скидки, ну, нравится, берите. Population One – скидочка маленькая, это Battle Royale, если кто-то любит Battle Royale, он считается одним из лучших, очень положительный отзыв, он, я просто Battle Royale не люблю, поэтому у меня он не куплен, но если вам нравится, можете брать. Вот Arizona Sunshine, у меня есть обзор, на нее он тоже отличная скидка, за сколько там, 100 рублей, сейчас глянем, за эти деньги, ну, да, 63, 190, ну, оно было чуть дешевле, но, как бы, за 200 рублей рекомендую, я на нее число 15 потратил, наверно, ну, вон оно наиграно, да, можете покупать, у меня подробный обзор, обзор посмотрите на канале, это зомби, зомби-муви, старое, древнее, конечно, ну, такая классика жанра уже считается, Zero Calibre – это шутер, с очень положительным отзывом, я сам в него не играл, 40% скидка, ну-ка, сейчас глянем, ну, было и больше, можете подождать, когда 50 будет, если хотите. Pistol Whip – это ритм-игра, когда ты под музыку стреляешь по бегущим на тебя чувакам, как народ говорит, смесь Суперхота и этого самого. В общем, смесь Суперхота и ритм-игр, скажем так, у меня он тоже не куплен, я не сильно фанат таких вещей, если вам нравится, можете брать. Это, я даже не знаю, что, Job Simulator – это довольно странная игрушка, у него очень положительный отзыв, я сам в нее не играл, ничего не могу сказать, выглядит оно довольно странно. Expect to You Die – это квест, насколько я знаю, но он на английском, поэтому я его не покупал. Goran – это симулятор гладиатора, в принципе, скидка не так, чтобы большая, тоже у меня он не куплен. L.A. Noire – это дополнение для оригинальной самой игры, тут, по-моему, то есть это не полноценная игра, это 6 заданий для VR, что-то вот такое, она стоила там тысячу с копейками, за полторы тысячи они идут лесом, на моем взгляд, да и, кстати, за 749 рублей, по-моему, тоже они идут лесом. Вот Budget Cut – странная игра, несмотря на то, что очень положительные отзывы, она у меня даже куплена, но я в нее играть не стал, я сейчас скажу почему. В игре сделано очень странное перемещение, когда вы удочкой, сейчас где-нибудь найду. Вот, когда ты, то есть обычно есть телепорты, а здесь более извращенная форма, у тебя такая штука типа фонарика в руке, ты ей светишь за угол, видишь там, что происходит, телепортируешься туда. Идея геймплейно прикольная, но когда вот начинаешь играть, мне, например, не зашло. Еще вторая часть тоже с положительными отзывами. В общем, я забил, я не знаю, если вам нравится квест, можете попробовать ее купить, но я как бы… Она даже у меня куплена, но я и в нее полноценно играть не стал. Да, там прикольная интерактивность, любой предмет можно взять в руки, там, кружки взять и разбивать и так далее, но, честно говоря, что-то не мое. Ragnarok очень рекомендует ритм-игру тоже, но сам до сих пор ее не купил, то есть скидка тоже так себе, но если вам нравится ритм игры, то крайне положительный отзыв, можете взять сэммы. Вот эта штука, ее рекомендует народ из чата для любителей Майнкрафта. Говорят, что это даже лучше, чем Майнкрафт. Я сам не фанат Майнкрафта, если вам нравится Майнкрафт, можете купить вот эту хреньку. Там все красочно, прикольно. Причем говорят, что оригинальный Майнкрафт в VR очень неудобный. Говорят, я сам не пробовал, а вот это, видите, народ хвалит. Ну да, у меня тут, конечно, так себя скидка, на скидка, ну да, была чуть больше. Можете взять. Так, что тут еще? Третья страница. Это я не знаю, что Снайпер Элит. Там смешанные отзывы. Я не могу рекомендовать. Я вообще не особо люблю военные игры. У меня даже не куплено. Вот After The Fall. Until You Fall. Это рогалик в цветастой стилистике. Он есть и на квесты. Тоже я хочу купить, но я хочу купить, когда он будет там скидка процентов 50, а не 20. Сэммы. Eleven Table Tennis. Тот самый, про который я рассказывал. Но я рассказывал про Rocket Fury. Вот скидка на Eleven, который все хвалят. Можете его купить. Sorrento VR. Одна из моих любимых игр. Есть большой обзор на 40 минут на канале. Посмотрите, это игрушка с уникальными, по сути, механиками, где вы замедляете время, прыгаете по стенкам. Единственная проблема в том, что... Да, тут куча оружия, но главная ее прокачка есть. Главная беда в том, что вы... Здесь, короче, ограниченное количество карт, штук 20 карт, но враги примерно одни и те же. Но попробовать... Я иногда его запускаю. Раз в полгода попрыгать по стенкам, порубить. Прикольно, в принципе. Такой комбинации с замедлением времени и паркура я до сих пор нигде не видел. Вот они сейчас делают с Hellsweeper. У меня тоже есть обзор на канале. Можете посмотреть. Они, по сути, берут это Sorrento и делают из него другую игру. Там... В аду. Ну, действие, в смысле, в аду происходит, когда... Взятие заклинания, там, телекинеза. Они намешали кучу всего. Вот. Но оно еще пока там где-то в При-Альфе, а Sorrento уже доступно. Единственное, что... Ну, скидка почти максимальная. Можно убрать. The Room... Говорят, что хороший квест. Мне его рекомендовали, но сам пока не купил. Страйд у меня есть обзор квест-версии на канале. Это прикольный побегушке в стиле Mirror's Edge. Очень положительные отзывы. Ну, как бы я его... Не знал, куда деть купон, купил на квесте. Так, конечно, да. Можно взять на ПК. Единственное, смотрите, опять же, совсем новичкам не рекомендую. Посмотрите мой обзор. Там может замутить от такого активного геймплея. Это Bundle из Huperhot Onward и Arizona. У меня там все это куплено так. Tool — это леталка, у которой главная фишка в том, что вы управляете приборами на приборной доске прямо своими руками. Ну, в смысле, тачами. То есть кнопочки нажимаете физически. Сам я не сильно фанат летных симуляторов, поэтому я его не купил. А если вам нравятся летные симуляторы, то народ очень рекомендует. Можете попробовать. Это какая-то наркомания. Space Pirate Trainer часто про него рассказывают. Для новичков рекомендую. Скидка, конечно, так себе. Но он, в принципе, не сильно дорогой. Эта игрушка хороша. Показать друзьям самому. Попробовать довольно веселый аркадный. У меня, не знаю, вышел обзор или выйдет обзор. В общем, посмотрите. Где-то у меня будет на канале. То есть просто оно драйвово. Контракторс. Как раз я про него упоминал. Это шутер тоже сетевой. Он менее популярен, чем Павлов. Видите, тут вообще народа почти нет. Но мне нравится, как в нем сделана картинка, как в нем сделано управление. Но скидка почти максимальная. Можете взять его, если у вас, например, куплен Павлов. Плюс он развивается. Видите, он... Ну, хотя как... Да, день назад вышло. Прикольно. То есть что-то обновили даже. То есть он развивается. Это еще он даже 0.9. Он, наверное, в раннем доступе до сих пор. Да? Нет? Непонятно. Вон даже ТИТ про него что-то пишет тут. Так что можете брать. Я иногда запускаю. Вот ЦАК, Бэтмен. Это с этих... Полистичный. Вот Талос, про который я сказал. Головоломочка. Обзор. Можете посмотреть на канале. Это... У меня не куплено, но народ рекомендует, как говорит, там... Старая школа RPG. Единственное, по-моему, там нет русского. Сейчас посмотрим. Так. Ну да, он играет сколько-то народу. Да, русского, к сожалению, нет. Поэтому такие игры я без русского не знаю. Layers of Fear. Это... Я не сильно люблю хорроры. Народ рекомендует. В основном положительные отзывы. Это... Плоская играла. Это вверх перенесенная VR. Эти же чуваки, кстати, сделали обзорвера, если кто-то играл. Вот в обзорвера я играл. Обзорвера в VR я прошел бы. Но пока его не портировали, к сожалению. Что отсюда? Onward. Популярный тоже мультиплеерный шутер. Там даже, я помню, Oculus и по нему какие-то чемпионаты проводили. Ну, а, он без скидки. Без скидки, значит, ждите скидку. Tilt Brush это рисовалка от Google тоже без скидки. Кстати, у Tilt Brush есть бесплатная версия для квеста. Называется Open Brush. Можете поставить. Вы сейчас поймете, что на самом деле игр, по крайней мере, от которой у меня купленных не так уж и много. Галлери. Народ хвалил, сам и не играл. Expert Q2Dai2 тоже очень положительный отзыв. Продолжение этого квеста его рекомендуют, но оно на английском, поэтому я не связываюсь. MOSS это платформер про мышонка с очень положительными отзывами. Я его до сих пор не купил. По-моему, тут сейчас русский гляну. Во-первых, тут нет русского. А во-вторых, что во-вторых, скидка 600%. Кстати, максимальная скидка. Я подожду еще мнение к спеху. Я не знаю, насколько тут важно понимание языка. Эту штуку все хвалят. Если вам нравится платформер, можете купить. Вот это 3H называется еще. Это игрушка, которую делает один человек. Ее главная отличительная особенность в том, что там хреновая гора разных видов оружия. По-моему, 250 видов оружия. И главный упор делается на реализм этого оружия. Поэтому, если вы любите возиться с оружием, можете его купить. Единственное, что лучше скидки. Вот это с Virtual Desktop. Не покупайте его, потому что это проводная версия. Если вам нужно что-то для квеста, Virtual Desktop, покупайте его в магазине Oculus. Там, кстати, сейчас тоже скидка вместо 20 долларов стоит 15. Симулятор Вора мне подарил товарищ. Спасибо. У меня есть на него обзор на канале. Посмотрите. Ну, не знаю, пока я его отложил. Возможно, когда-то буду проходить. Сейчас пока есть во что играть. Не так, чтобы я прямо его рекомендовал. Eleven Assassin рекомендует. Тоже очень положительный отзыв. Это симулятор лучника. Но я не очень люблю Luty VR. Если вы любите, можете купить. Сейчас глянем 40%. Ну, да, кстати. Было еще чуть меньше. 35-40. Странно. Что-то забаговало, значит. Ну, ладно. Вон, народ нравится. Так. Опять же, Сэмы, Сэмы, Сэмы. Summer Funland. Это симулятор у меня куплен. Видите? Это симулятор парка развлечений. У меня был обзор на канале. Можете посмотреть. Рекомендую. Единственное, сейчас опять-таки скидка 40%. Ну, да. Скидка почти максимальная. Там десятка-два разных всяких штук, аттракционов. Есть сам парк. То есть, по нему прямо реально можно ходить. Ходишь, там люди ходят. Музыка играет. Горки летают вокруг тебя. Есть разные активности. Например, вот эта рубка фруктов. Лабиринт это же есть. Я вот так не прошел. Какой-нибудь арканоид вот этот трехмерный, когда-то может там отбивать всякие подводные, ну, подводная демка, там путешествие на Бэтмобиле. Десятка-два тир. Вот этот аркадный стрелять по мишенькам. Пингвинов убить молотками. А это просто внешний вид на колесо, на дополнение. В общем, тут есть довольно прикольные штуки. За сколько там 300 рублей стоит, да. Можете брать 259. Можете брать, если вам нравится. Вот такой атмосферный праздник. Все круто, прикольно. Я 37 лет даже, а я с удовольствием в него несколько часов позалипал. Это тоже одна из тех игр, которые можно показывать новичкам, рекомендовать новичкам. Много всяких, как бы там 15 активностей в одной. В принципе, прикольно. Так, что тут еще интересно. Вот УЗТОП – это игрушка про паркур. Народ рекомендует, но сам я ее не покупал. Там лазить по всяким штукам. Ровдата – это очень древняя хрень. У меня есть там даже не обзор, а геймплей. Это было очень популярно, когда оно вышло в конце 17-го. Это волновой шутер, когда на не очень больших пространствах на вас прут роботы, вы их отстреливаете. Он был хорош тем, что в нем была на тот момент очень классная графика. У меня, например, видюха его не тянула. Сейчас он не то чтобы… это совсем фуфло. Нет, не фуфло. За сколько он там? С чем-то рублей сейчас. За 104 рубля можете купить. Я думаю, вам зайдет. Посмотрите, у меня там небольшой есть геймплей. Возможно пригодится. Doom VFR. Блин, я хотел его вот сейчас купить и опять стал читать про это кривое перемещение. Подумал, ну вас к черту. Сейчас вот открываешь прямо первые отзывы и начинается. Так, не эти отзывы. Сейчас. Вот. Повороты кривые. Ну, конечно, можно всем телом крутиться на квесте, как бы. Но все же, где-то тут было про то, что перемещение убитое, что там телепорты и что-то еще. Да, можно ставить какой-то мод на locomotion. Ну, блин, возиться. Там игра, ну, на два часа, якобы за два часа проходится. Хотя мне народ рекомендует типа купи, но, блин, возиться с этим управлением, честно, мне лень. Оно, конечно, стоит. Как бы скидка хорошая, да. 200 рублей. Но, блин, нафиг потом когда-нибудь. Визерд Сенхарсет Эдишн у меня есть обзор. Это игра про мага, где ты заклинания кастуешь жестами, с зажатыми кнопками. Посмотрите, оно довольно странная игрушка, в том плане, что... Ну, кстати, скидка, ну-ка. В том плане, что там иногда у меня заглючивало жесты, но, как мне в комментах сказали, это потому, что ты не привык, там надо очень точно их выполнять. А, оно, кстати, еще бывает дешевле. Так что, можете еще подождать. Это не так, чтобы прямо мастхэв. Да, 10 рублей на рассветы дороговать. Хотя, выглядит прикольно. Мне тут подарили на днях вторую часть. Неожиданно надо будет как-то посмотреть обзор на нее сделать. Так, что еще тут есть? Тоже очень странная штука покупать. Не знаю, не рекомендую. Ганглаб хвалят. Тоже типа стрелкового тира. Крайне положительно. Чуть не сильно фанатировал. Поэтому я его не покупаю. Это я как бы рассказываю про те вещи, которые там или в чате народ писал. Спинтвектор старая хрень. Хотя за себе 4 рубля можно купить. У меня про него нет никаких упоминаний. На сайте только есть. Это спортивная игрушка с забегом по трассам. Самая главная ее особенность в том, что ты бежишь физически. То есть сейчас какой-нибудь найду кусок. Ты, когда движешься по этой трассе, тебе, чтобы бежать, надо руками махать, как в реальности. Вот это основной его ключевой момент. Такого я, по-моему, больше нигде особо не видел. В The Wizard видел. Но там игрушка про другое. А здесь как бы именно спортивная такая игровая штука. Завязанная, грубо говоря, на том, кто быстрее будет махать руками. Если со всем прощать. Выглядит прикольно. За очень положительно. Блин, за сколько там? 80 рублей, 74 рубля берите, попробуйте. Хотя бы в силу своей вот этой новизны. Потому что у нас больше таких механик, по-моему, я нигде не припомню. Оно нормально. Хотя сам я в это сейчас не играю. А я не играю, потому что я эту игру покупал еще, когда у меня был какой-то проводной шлем. А с проводным шлемом это убийство. Потому что тебе надо крутиться во все стороны. Там трассы, ну, на 300 градусов. Местами разворачиваться. И провод очень мешал. Возможно, кстати, как-нибудь надо будет мне попробовать поиграть еще уже на квесте без проводов. Metal of Honor. Скидка так себе. Смешанные отзывы. Я не знаю. Если у вас есть лишние 3 тысячи, сколько он тут стоит? 2 тысячи. Но я бы не стал, например. Вдруг и так он без скидки неинтересно. Сейчас мы почти дорестали до конца. Если вам интересен такой формат роликов, поставите лайк. Я потом еще, может быть, буду делать. Red Matter это не сильно большой квест. У меня есть обзор на него. Его главная фишка в более или менее красивой реалистичной картинке. Он действительно здорово выглядит. А его плохая фишка в том, что, во-первых, там английский. Хотя там простые задания. Там можно понять, чего от тебя хотят. Даже с моим уровнем. Его главная проблема в том, что он короткий. Даже я тупя и тормозя, по-моему, за 6 часов его прошел. А так его, наверное, часа за 3 можно пройти. Ну, с учетом, как бы, не знаю, 50% скидка. Ну, фиг знает. Если вы любите квесты инопланетные, ну, будьте готовы к тому, что он короткий. Обзор можете посмотреть у меня. Так. Что тут еще такого? Dead Effect 2 у меня был совсем недавно обзор. За 139 рублей можете поиграть. Но, как я говорил, это что-то вроде дума. Главная проблема в однообразии. То есть, в первых нескольких часов прикольно по этому кораблю ходить, отстреливать чуваков. Но потом все эти миссии будут примерно одни и те же. Сходи, принеси. И окружение будет примерно так же. Ну, как бы, за 100 рублей можно купить, наверное. Посмотрите обзор. Тоже подумайте, надо оно вам или нет. Кэч релиз рыбалка. Но я не фанат рыбалок. Так, что тут еще остается? Shintriders у меня был недавно обзор на демку на квесте. Можете поставить демку, либо посмотреть обзор. Еще лучше поставить демку на квесте. Из-за плаба там найдите. У меня на канале будет обзор. В описании будет ссылка. Если он вам зайдет, можете покупать. Ну, по 45%. Сейчас глянем. Верещину скидьте. Ну, да, кстати. А, все, я понял. Оно еще не успело занести. Вон, январь 2019. То есть, SteamDB еще не успел обновиться. Короче, судя по всему. Он же там не мгновенно обновляется. То есть, неплохая скидка. Если вы любите ритм игры, если вам надоел битсайбер, посмотрите на Shintriders. Там довольно прикольно сделано. Так. Что тут у нас еще осталось? FrozenLine, ну, тоже. Блин, 200 рублей. Я ее брал, по-моему, за 90% скидку сейчас. Тоже у меня есть на канале обзор. Это квест на заброшенной советской базе. Он короткий, короче. Он проходит часов за пять, наверное. Он стоит там чуть ли не 800 рублей без скидки. За эти деньги точно нафиг сейчас. Ну, да. Вот тогда я его и брал. За сотку можете брать. Ну, не знаю, 70% маловато. Можно еще подождать. Это не настолько великая игрушка. К тому же, она не закончена. Это только первый эпизод. То есть, они там только начинаются, разгоняются, и титры пошли. Ты такой вот, блин. А продолжения, скорее всего, не были. Ситиндаун тоже у меня есть. О, за 103 рубля. Рекомендую. Есть у меня обзор большой на этот Ситиндаун. Одна из, как я считаю, самых недооцененных VR-игрушек. Да, там в ней достаточно аркадное управление оружием. Старые эти механики. Сама игра древняя, как эта планета, на которой мы высаживаемся. Но мне понравилось. Я прошел. Вот я наиграл сколько? 22 часа. Там даже боссы есть. Там она не так сильно большая, сложная. За 100 рублей берите, мне кажется. Посмотрите обзор. Если зайдет, берите. Так. FPS, VR. Это вы должны были купить без всяких скидок. Это такая штука, которая нужна всегда. Нужно полезно на 11-ю страницу, там начинается дичь. Спорт-бар. Единственное, что 30% сейчас. У меня был на днях спорт-бар обзор. Это набор из... А, на меня больше не бывает. Это набор из... Там... Десятка игр, включая бильярд, дартс, шахматы, шашки. Можете посмотреть. Вот эти автоматы игровые. Можете посмотреть. Я иногда его запускаю. Его главная проблема... Он классно делал. Но главная проблема это онлайна нет. Даже 7 человек сегодня было. Но если вам нравится, как будто опять же несколько игр в одной. Ну, атмосферно все прикольно. Посмотрите, обзор у меня зайдет. Берите. Ну, вот я вам перечислил, наверное, десятка два игр. Ваншинг реализм. Тут с ним какая-то беда. Его все рекомендуют. Говорят, крутая игра. Да, наверное, еще там более 45 рублей. А у меня он не запускается. Зависает и все. Не знаю почему. Можете рискнуть. Купить. Не понравится. Вернуть. Но я даже не стал возвращать. 45 рублей. Как бы ладно. Пусть будет. О! Натуртрекс. Ну, опять же, скидка... А! Кстати, скидка, по-моему, максимальная. Сейчас посмотрим. Да! Я его брал еще за 200 рублей. Натуртрекс. Это... Тоже у меня есть обзор на канале. Смотрите. Это набор из 12 локаций природных. Таких не сильно больших. Чтобы ты ходишь по ним. Можешь там кидать камешки. Чтоб появлялись деревья и вырастали. А ты ходишь, любуешься вот этим всем. Ну, она классная, красивая демка. Ну, понятно, каждый день вы это играть не будете. Но несколько часов, я думаю, вы там проведете. Плюс, если кому-то показать из новичков. Не только пострелушки. А вот такую красоту. Рекомендую. Очень положительное отзывы. Так. Чего у нас тут еще? Ну, Consensus Stories Bulletproof мне подарил товарищ. Можете посмотреть обзор на сайте. За 7 рублей. Ну, если вам нравится аркадный тир. Там, правда, с состоянием на месте. Достаточно потный. Можете купить, в принципе. Вот. Вальцев Завезер. Про который я говорил. У меня целый плейлист на канале. Про него у меня куплена версия для квеста. Ну, конечно, скидка так себе. Можете посмотреть геймплей. Да. Ну, хотя бывает. Бывает. Есть 82. Можете посмотреть у меня на канале плейлист. Если понравится вам. Ходить по крепости. Кастовать заклинания по чувакам. Кидаться магией. Можете брать. Я прошел все этих 40 уровней. Довольно долго и мучительно. Ну, как интересно, конечно. В какой-то степени однообразно. Ну, я жду, когда они... На квесте просто рукотрейтинг есть. Вот именно в части, где лаборатория. Вот здесь вот. А когда хоть чувакам тядаться магией, там нет. Они вроде как обещали рукотрейтинг добавить в полноценную эту крепость. И тогда уже, возможно, я вернусь в Суперпрайду. Ну, либо попробую, по крайней мере, как это выглядит вообще. Дальше что-то еще порядок какой-то странный. Красная материя. Бордерлендс 2. Еще с смешными отзывами тоже законские цены. Нафиг нам надо. Вот, по-моему, дальше начинается какой-то непонятный хлам, по большому счету. Либо не хлам, а просто что-то малоизвестное. Я рассказываю вам про игры, с которыми либо сам имел дело, либо что-то очень хорошее слышал от реальных людей. Я даже не помню, что это так вообще, по-моему, невиарная игра. То, что я вам сейчас рассказываю, это, можно сказать, мое личное мнение. Понятно, что оно может не совпадать с тем, что вы можете думать об этих играх. О, Транспоз. Рекомендую, если вы, у меня есть, это один из самых первых обзоров, по-моему, когда на квесте стали писать голос. Рекомендую, если вы хотите взорвать себе мозг за 130 рублей. А я, да, вот видите, когда-то ее в стиме раздавали бесплатно. Я тогда забрал бесплатно, потом, спустя, наверное, года два только я ее посмотрел. Классная игрушка. Единственное, она на английском, но у меня в обзоре я рассказываю, как в нее играть. Это штука с двойниками, когда у тебя есть несколько копий, ты ими можешь управлять. Там задача, например, из одной части, ну, там карты, можно назвать, из одной части карты перенести в другую часть карты кубик. И там начинаются всякие приколы с гравитацией, с движущимися платформами. Вот это все, она очень мозговзрывательная. Она малопопулярная, но если вы любите вот такие, я даже не знаю, с чем это сравнить. У нас на ПК, по-моему, я так... На ПК Прометеус был бета, он потом не вышел никуда. И еще какая-то была игра с двойниками. Тайм Рифтерс. Но это не головоломки. Хотя нет, Прометеус головоломка. А тут прямо огонь. Это реально несколько часов проходило, и оно заставляет попотеть мозги. Так что Транспос берите тем более за 100 рублей. Но посмотрите мой ролик обязательно, иначе вы можете не вкурить, как в нее играть. Лучше предпокупки его посмотреть. Тех Кибернетик. Да, одна из первых игр тоже, которые я купил. Но блин, я в нее... Я даже не стал на нее делать обзор, потому что там на сегодняшний момент крайне странное управление. Тогда это было прикольно несколько лет назад. Сегодня я не смог в это играть сам. Рекомендовать не могу. Но игрокит Фурия, он правда без скидки неинтересно. Спейджанки тоже древняя дохлая хрень, а в нее никто не играет. Это бандл. Что-то пишет в YouTube. В общем, дальше уже 22 страница пошла. Нафиг. Уже когда я сел монтировать ролик, дослушал его почти до конца, я подумал, что что-то не хватает. И правда не хватает. Не хватает ведь много всего. Сейчас я открыл свой контент игры, которые у меня куплены, и посмотрим, что тут еще интересного есть. Например, у ManSky, неужели на него нет скидки? Ну вот, да. Вот одна из... Ну, на нее часто бывает скидка до 1000 рублей. Я ее покупал как раз вот тогда, когда она стоила 800. Эта игра, в которую я наиграл, вы видите, да? У меня есть большой обзор. Там несколько роликов, полторачасовой обзор. Вы можете посмотреть. Такое неторопливое космическое исследование, путешествие к планетам. Но при этом... Но при этом есть там стрелушки тоже. Она с какого-то момента, конечно, надоедает. Я еще, во-первых, там 50 часов в нее играл без VR, а потом мешал VR с не VR. В общем, ну, мне нравится. Игра такая специфическая. Обязательно смотрите геймплей. То есть, вот эти косари достаточно хорошие деньги, чтобы просто так уйти дают. Но мне зашла. Вон, посмотрите, народ играется достаточно много. Так. Вечер, хорошо. На ней VR. Вот он, Skyrim. Евротрек. Неужели на него нет скидок? А то сейчас окажется, что самое интересное я вам и не показал-то. Евротрек. Да. Вот она. Скидочка. Значит, смотрите. Свали. Здесь 75%, 149 рублей. Это стоит базовая игра. Есть демка, но в DMT VR не работает. У меня по Евротреку есть несколько роликов. Есть в том числе ролик, как запустить его в VR. Там ничего сложного. Посмотрите. То есть вы за, опять же, почти 100 часов наиграл. Вы покупаете эту базовую версию игры. По большому счету, тут, конечно, все держится на картах. Тут есть map pack. У меня все карты куплены. На него тоже сейчас скидки. То есть я рекомендую вам, если вам нравится этот симулятор длиннобойщика. Если вам нравится. Мне нравится. Он атмосферный, прикольный, классный. А еще следующая DLC будет в России. Правда непонятно, когда они его выпустят. Посмотрите. У меня обзор. Купите базовую версию. 150 рублей. Это нормально. Но смотрите. Может засосать. Можете потом попасть на карты. Там карты штук 8, наверное, сейчас. Там 1000 на 2, короче, в итоге выйдет. Сама по себе базовая игра. Трана, там несколько стран Европы не сильно большое. Так. Что тут в очдоксе всякие. Вот он теннис. Алекс, как я сказал, берите. Спортбар. Талос. Аризона. Витсайпер. Хеллблейд. Ну-ка, на Хеллблейд есть скидка или нет? У меня тоже есть обзор на канале на нее. Ну да. Вот оно. 50%. Можете взять. Оно играется в VR нормально. Ну как? С видом из-за спины. От третьего лица как бы. Но на геймпаде. Либо если у вас нет геймпада, то тачи в режиме геймпада. Такая игрушка тоже полноценная. Игра с ПК, перенесенная в VR. Скандинавские мифы. Рубеж врагов на части. Да. Вот так вот. С видом из-за спины. Прикольно. Прошел ее полностью. Часоны раза 15. Да. Можете. Если вам нравится. Такая тематика. Игрушка красивая. Очень положительные отзывы. Именно в Airdish. Обратите внимание. Хотя она по-моему идет в комплекте к обычной игре. Может нет. В общем гляньте. Рекомендую. Мне зашло. Ближе к концу. Она сложная конечно. Sorento. Да. Элита. Ну-ка. В элите есть VR. Если вдруг кто-то не знает. Я не знаю есть на ней скидка или нет. Да. Вот пожалуйста. Элита тоже. 250 рублей. Но опять же это без дополнений. То есть. Я. Народу онлайна дофига. Я. В нее. Она мне не очень нравится. Своей. Скажем так. Сложностью. Мне больше нравится. Более простой. На Манскай. Но она у меня куплена. Как бы пробовал летать. Но. Дальше обучения. Часто говоря. Мне не хватило. Но если вдруг вы не знаете. То в элите есть VR. И там можно либо на геймпаде. Либо на клавомыше летать. Сейчас скидка. Можете брать. American Track Simulator. Как евротрек симулятор. Тоже наверняка скидка сейчас будет. Реально он катал на часов 20. Давно не запускал. Тоже купил все карты. Которые вышли. Вон. 17 с половиной часов. То же самое. Что и евротрек. Только. Да. Вот она скидка. Только в Америке. Американские тягачи. Американские территории. Опять же. Покупаете базовую игру. И дальше. Потом. Если надо. Они. Периодически выкладывают новые штаты. Вот. Отдельно их можно там докупать. Они. Рублей по 400. Бывают скидки. То есть. Опять же. Симуляторы. Для навозчиков. В Америке. Тот самый обзор. Который хорошо бы завести VR. Но его там нету. Ну. Дальше уже начинается мелочевка. А. Единственное. Что сейчас. Тут еще будет. Важно. Сейчас уже долистаем. Тогда. Найсит панк. Скидки нету. Наверное нет. Слишком нишевая. Странная игрушка. Да. Можете посмотреть обзор. Там забавная хрень. Куперход. Тут. 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 Сканер Sombra. Копеечный. В принципе. Сам по себе. О. Можете купить за 30 рублей. Рекомендую. Достаточно необычная игрушка. Когда вы ходите по пещерам. У вас. Ну. Во-первых. Красиво. У меня тоже есть обзор. Посмотрите. Ходишь. Там сканером. Вот этим. Который у тебя справа. Распыляешь. Частичные краски. Они. В зависимости от расстояния. Имеют. Разный цвет. И выглядит. Достаточно прикольно. За тридцатку забирайте. Зайдет. Я думаю. Я прошел с удовольствием. Ну. Вертига. Странная игра. Она вроде неплохая. Сейчас я вообще гляну. Есть на нее скидку или нет. За 400 рублей нафиг. Когда скидка будет. За 279. Можно будет взять. У меня даже. Честно говоря. На нее лень делать. Она вроде красочная. Но. Во-первых. Старая. Достаточно странное оружие. Достаточно странные механики. Хотя у меня очень положительные отзывы. Ну. Не знаю. Я их прошел. Но. Прямо рекомендовать всем. И все. Сегодня не могу. Вот. Ну-ка. Про гонки. А потом. Когда досмотрел сейчас монтаж. Думаю. Блин. Я забыл про гонки. Смотрите. У нас есть большая тройка. Вот вам. Осета Корса. Поддерживает VR. Из коробки. У меня. Вот она. Клава Мышли. Геймпад. За 87 рублей. Берите. Конечно. Это по моему. Максимум. Да. Где-то еще должен быть. Project Cars. И. Вот он. А. Это. Project Cars. Бесплатный. Талос. На чужого скидки. Наверное. Не будет. А если будет. То небольшая. Хотя. Вот. 75 процентов. Если. Опять. Это. Season Pass. Не то. 350 рублей. Блин. Дороговато. Я купил ее тогда. Вот. Когда был день чужого. За 66 рублей. Здесь есть. Неофициальный мод. Если вдруг. Не знаете. Есть. В VR. Посмотрите. На обзоре. Есть. Канал. Заговариваюсь. На канале. Есть. Обзор. Там. Про то. Кого запускать. В VR. Если он нравится. Чужой. Не знаю. Что в нем есть VR. Единственное. Что там. Не полноценный. А как бы. С геймпадом ходить. Видите. Не угадано. Либо. Тачи. В режиме. Геймпады. Использовать. Взаимодействие. Интерактивности. Там. Нет. Но. Как бы. 3D картинка. 36 градусная. Все это. Есть. Обзор. Если зайдет. Может. Купить. Что тут еще. Мне интересно. Сабнафтика. Ну-ка. Сабнафтика. Тоже есть. VR. У меня. Недавно был. Обзор. Про то. Как там. Мод. Поставить. У нее. VR. Есть. Скоробки. Во. Пожалуйста. Ну. 50%. Так себе. Скидка. Да. Но. Если вдруг. Тоже. Кто-то. Не знает. Сабнафтики. Есть. VR. Он. Даже официально здесь есть. Единственное. Что. Чтобы было лучше. Надо будет. Мод. Поставить. Посмотрите. На канале. Есть. Отдельный видос. Играть. Либо на клава мыши. Либо на геймпаде. Можно. Там. Смотрите. Может. Тоже. Купить. Если. Вдруг. Кто-то. Форест. Да. Форест. Есть. VR. Если. Вдруг. Форест. Как в него играется. Мне его подарили. Правда. Но. Как бы. Тут. Даже. На странице. Есть. Официальная поддержка. Получается. Вместо одного ролика. Про скидку. Про то. Что я играл. Про project cars. Наверняка. Скидка сейчас будет. Это. Вторая. Большая. Покажная. Гонка. В VR. Которая. Скидка. В VR. Тоже. Запускается. В VR. Соответственно. Вторая. Третья. Часть. По-моему. Тоже. На гимпаде. Либо. На клаван. Машир. Вот. Они. Пишут. Что. Электроника. Участвует. В Черной Пятнице. И. Третья. Вылетела. Из головы. Диртрали. Сейчас. Где-то. Что-то. Должен быть. Халлаут. Тут. Уже. Пошли. Игры. Которые. Наиграл. По-минимуму. Вот. Ходячий. Хотя. Вроде. Больше. В них. Играл. Час. По-моему. Вечера. Два. С ними. Возился. Странно. Что. Он. Уже. Пошел. Уже. Не. Только. VR. Сети. Демки. Прочие. Вообще. Когда-то. 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 Запускал. Да. Блин. Остается. Самый. Диртрали. В общем. Еще. И глянем. Сейчас. Посмотрим. Прямо. Поиском. Сейчас. Забью. Закончим. На этой. Диртрали. 2.0. У меня. Первое. Куплено. Вот. Оно. Тоже. 130 рублей. В нем. Тоже. Есть. Поддержка VR. Три. Больших. Гоночных. Игры. Осеток. Я. В нем. Играл. Семь часов. Катал. Вот. Кстати. Поддержка. Рифта. Только. Странно. Тоже. Геймпад. И. Вот. Это. Окей. Теперь. Точно. Можно. заканчивать монтаж и вставлять это в финал. В общем, как видите, я там 20 страниц пролистал, я сказал что-то о каких-то играх, с которыми я имел дело, с которыми я не имел. Я не могу ничего о них сказать, возможно, там есть что-то еще годное, но как бы и бог с ним. Переходите на сайт, читайте, вот тоже я поставлю в описании, здесь очень много подборок, возможно, я что-то пропустил, что-то вы здесь найдете, что тут, кстати, с бесплатными играми подборки тоже есть, много всего. Ну и что я могу сказать, если вам вообще такой формат понравился, если вам интересен, ставьте лайк, возможно, я потом еще когда-то буду что-то в таком роде делать, если нет, значит нет. А у меня, да, подписывайтесь на канал, переходите на сайт, у меня на этом все. Если какие-то вещи я пропустил, может в комментариях писать, возможно, я что-то забыл, другие люди увидят, суть в том, что там еще неделя на распродажу. Вот. У меня на этом все, до новых видео, с вами был Павл419, пока.